Кохюманс, я рад приветствовать вас на моём канале, и это Cyberpunk 2077. Вот мы бегаем по побочным заданиям между Джуди и Панам, и вот сейчас опять возвращаемся к Панам. Нам нужно вернуться к укрощению Василийская, а для этого надо переместиться в пункт, потому что добираться до Панам достаточно далеко, даже на транспорте. Пункт перемещения, Чартер-стрит. Так, где наша жопа мира? Вот она. Посмотрим, что они там задумали в этот раз. Так, ну тут как обычные посиделки, в смысле Панам 4,8 километра. Не понял, а где Панам? Какие 4,8 километра, вы что, упали? Чё за? Пишу надо мной играй, издеваешься? Панамка здесь вон стоит. Панамка больше времени. Да, да, ты бы сделал. Ну как, всё готово? Сидишься. Привет, Ви, ещё не всё. Милитех мог оставить в системах лёд, Кэрол проверяет. Пиджаки ещё не обращались к вам насчёт потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Ох ты, там да так всё, это же было прям невинно. Мы оставили у лагеря стилет. Подставили. Так же смешно, как насрать кому-нибудь под дверь. Чётко. Подстава, подстава. Он выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Обалдеть. Я закончила в системах чисто. Всегда хотел проехать на старом монстре. Такой махине. Вот именно так. Всякие наивные сопляки попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Ну ладно, ладно. Показывали технику. Не бурче. Ну тогда запрыгивай, всё готово. Окей. Сейчас со мной там что-нибудь случится, да? Как обычно. Как сейчас залезть-то? Так. Теперь я тебе сохранюсь, конечно же. Бог! Милый танчик. О! Чья-то попка мелькает здесь. Господи. Какая прям уютная обстановка. Окей. А ты прям знаешь, как на нём ездить? Нажимаю, говорит, все кнопки подряд. И надеюсь на удачу. А! Опа. Вот чёрт. Чё, никто до нас не проверял? А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Всё нормально, я сейчас разберусь. Сейчас, 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 потыкаю ещё немножечко. Ну, старый, добрый метод, который всегда работает. И? Он что, летает что ли? Не пойму, или он по земле перемещается? Ну, это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли. Ясно. Дальше ты что? Как тебе тут? Офигенно. Теперь я понимаю, почему эти штуки называют гробами. Я представлю всё по-другому. Очень уютно, по-моему. Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться, и всё. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Ну, да. Никаких. Импульс поступает прямо в головного мозга. Василис как бы становится продолжением твоего тела. Супер. Такое вот мистическое единство. Тогда зачем второй пилот, как поддержка? Раз тут всё такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. В чём? Ладно. Он летает. Чтобы контролировать панцир при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Хренеть. Один ведёт, а другой управляет пушкой. Ты что задумала? Тебе понравится, я уверена. Надеюсь. А, вот вижу пушку слева. Или он всё-таки не летает? Окей. Вот так нормально. Сначала проведём пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Абдул, я всё могу. Подключиться. Ого. А это всё так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро всё будет нормально. Вот видишь? Прекрасно. И чё? О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Да реально летает. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Куда ты не смотришь? Просто сделай пару кругов. Переместиться влево-вправо, повернуть. Давай. Да тяжёлый, как чёрт знает что. Да, залетишь про бугры и я. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернёшь предпоследнюю вправо или влево. Ладно. Ну давай. Я ещё на таком здесь точно ни разу не летал. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Да не останавливаюсь. Опять? Бедные ветряки. У них такой жалкий вид, если честно. Неудобно на нём летать. Управление какое-то деревянное. Очень. Сейчас ещё удариться в... А что-нибудь было вообще прекрасно. А поворачивать мышкой надо, представляете? Направо. Ну тебе есть куда расти. Спасибо. За комплимент. А теперь давай постреляем. Притормози и активирую систему. Давай. Ай. Добаный Редвана. Ай. Оно бы что-то задевает постоянно. Но... Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск это прежде всего грузовой транспорт. Но всё равно должно быть весело. Угу. Нажмите один раз, чтобы взять врага на прицел. И затем нажмите стрелять. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Круто. Отлично! Окей, тренировка закончена. Быстро. Так даже не интересно. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? А, да. Тогда приготовься. Чего это? Что происходит? Я подключу рецепт. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Угу. Я из-за этого чувствую всё в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? О, конечно. Позволить по нам до себя дотронуться? Конечно, хочу. Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так чувствуешь? Ага. Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? У меня ощущения не всегда такие яркие. А вот так? Обалдеть. Во что я подписался? Что кто-то стреляет? Боже. Дети, отойдите срочно от экранных мониторов. Это всего лишь пока синхронизация? Я не пойму, это по-настоящему или просто пока... Офигеть. Что такое? Доигрались. Ой, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это стилеты. Не удивительно. Я не знаю, что я приехал в разбираться. Переход. Они здесь тоже, Солш. Их много. Разберись с ними и сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Нашли времечко развлекаться, понимаешь ли. Блин, а он может побольше высоту набирать, а? Судя по всему, нет. Мы почти на месте. Охренеть. Без вариантов, просто. Так. Где еще? Обезвредить ржавых стилетов. Вернуться в лагеря качали. Хорошо. Поздравляем. Спасибо. Поговори. Да, жаркое приключение было во многих смыслах. Не правда ли? Вы хоть одеться-то успели? А, типа, в одежде уже... Так, ничего и не было. Подождать панам. Крутотень. Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Так. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Нет, наоборот. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью. Вместе со мной. Ни фига себе решеница. Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. С чего этот друг? Надеюсь, в последний раз. Я же... Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Это сон какой-то. Я думаю, иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Окей, окей. Ну, тогда... Довольно много придется поменять. Да, и для начала надо убраться отсюда, как можно быстрее. Чего? Для тех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Задание обновлено. Следует за Панам. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал. Ура! Ура! Спасибо. Наконец-то. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Конечно. Интересно, почему это он вдруг так решил. Какой интересный день. Очень. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Опять пять чипшалей. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Аль-де-Кальде. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пицца до потери чертиков, что ли? Пиво, вино, водка? Без разницы. Ты че? Девушка! Что с вами? Поговориться по нам. Че-то только она с нами говорить не хочет. А-а-а, как обычно. Опереться пиво. Мне пиво. И обычно, как всегда, поторопился. Э-э, дай пиво. Ну, за хэппи-энды. За хабу. Выйти. Мне будет не хватать таких приключений. Насчет того, что было у Василиски. Кстати, про хэппи-энды. За хабуб. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске. Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же... Мы же могли бы видеть это каждый день. Ну да. Ви, оглянись. Посмотри на них. Я ничего не вижу. Это не для меня, Панам. Я бы хотел, но не могу. Это не так просто. Это не так просто, Панам. Не просто? Ты или хочешь, или нет. В этом и проблема. То, чего я хочу, сейчас вообще не важно. Био-чипи проблема. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим, обещая. Скажи, когда Вы перенесете лагерь. Я подумаю над этим, обещаю. Эээ. Что такое? Да я про это уже слышал. Он говорит, что я умер. В самый неожиданный момент. Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Где мы? Где? Где это мы? Ты потерял сознание. Надолго. Мы забрали тебя с собой. А куда? Мы перенесли лагерь. Ты в безопасности. Все под контролем. Теперь я. Кочевник Альда Кальда. Нет. Ты еще не умираешь. Где ты? Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь. Потеря сознания на несколько часов. В чем дело? Мне становится хуже. По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? А он ни разу не рассказывал об этом? У меня в голове. Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какую-то старью. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Ну дайте про чип сказать. Я серьезно. Это думаю. По нам конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет. Это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхенд? Да. Да, жопа. Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Да, конструкт. Конструкт он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Правда, правда. Но твоему здоровью это явно не помогает. Встать. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди. Я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Здрасте. Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоимся. Тебе там нравится? Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стои. Спасибо. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Ну что все значит? Все в порядке? Спасибо, останутся еще ненадолго. К сожалению, мне уже пора. Спасибо, Мич. Но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альдекальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Ну да. Может тебя проводить? Пойдем. Чувак, одну и ту же мелодию лабайт, а? Да, интересно. Здесь точно безопасно. Пока, да. Милитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Эй! Добро пожаловать обратно в мир живый. Спасибо. Ну, наконец-то! Наш спящий красавец проснулся! Шутка, блин, зачетная. Куда ты меня ведешь, дорогуша? Это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Да понятно. Вам здесь долго тоже не задержаться. Кочевники на той кочевнике. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Даже не знаю. Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил. Слышишь меня? Посыловать по нам? Спасибо, что поддерживаешь. Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Пока. Укращение Василиска выполнено. Ну вот так, друзья. Такая история. Кочевники вроде бы как. Наши Альдекальды больше не враждует. Точнее, главы. Но все у них должно быть теперь хорошо. Только прятаться вот надо. На сегодня, я думаю, есть смысл закончить. И продолжить уже дальше. Доломейн, если, конечно, Джуди не позвонит. Друг с тобой не сего. На сегодня все. До новых встреч. И пока.